Всем привет! Сегодня отвечу на вопрос. Третье веко у кошки. Почему оно появляется и что может сделать в домашних условиях? У здорового животного, которое проснулось полностью, открыло глаза, третьего века мы не наблюдаем. Если оно есть, это значит что-то не так в организме. А что именно? Кто его знает? Это не специфический симптом, это просто индикатор. Индикатор каких-то нарушений. Можно условно разделить факторы негативные, которые приводят к появлению третьего века у кошки на две группы. Внешние и внутренние. Давайте несколько примеров. Внешние. Допустим, вы сменили наполнитель. Он более пыльный, пыль попадает в глаза и вызывает реакцию. Второй пример. Кошка на подоконнике любит наблюдать за окружающим миром. Вы открыли окно, сквозняк, кошка переохладилась, на следующий день третьего века. Ну, чаще всего так происходит. Бытовая химия. Раньше не контактировала кошка с химией, или вы поменяли химию какую-то, начали использовать другой бренд. У кошки может быть реакция. Стрессовая ситуация, пыльца растений. Все, что меняется в окружающей среде и приводит к ослаблению организма, может привести к появлению третьего века у кошки. Внутренние факторы. Возьмем хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое раньше не проявлялось. Никаких симптомов вы не наблюдали. Потом решили сменить питание. Перешли с сухого корма на натуральное кормление или наоборот. Организм не успел адаптироваться, не смог. Обострение хронического заболевания, ослабление организма и появилось третье века. Это один из симптомов, может быть. Допустим, второй пример. Развились в большом количестве, размножились паразиты, глисты. Травмируют слизистые оболочки, есть реакция иммунной системы. Опять же, будет третий век. Так, инфекция перенесенная, хроническая инфекция. Та же лейкемия, иммунный дефицит, перенесенная травма, восстановление после болезни. Все, что негативно действует на организм, ослабляет его, может проявиться появлением третьего века. Это просто симптом. А что же нам делать? Мы понимаем, что все, что не возьми, появление третьего века. Мы анализируем ситуацию. Что изменилось в окружающей среде? Что могло повлиять на кошку негативно? Корректируем это. Убираем наполнитель новый. Не допускаем сквозняков. Кормление возвращаем на то, которое у нас нормально было все. И если глаз у нас только третьего века, и мы больше ничего не видим, ничего не применяем, не применяем. Если есть покраснение, отек, выделение слезы, мы можем использовать антибиотики. Тот же флоксал, тобракс или аналоги. Я напишу, чтобы вы имели представление. Если давно не обрабатывали от паразитов, можно обработать. Взять тот же Мельбимакс, Тронхолд. Корректируем питание. Если помимо третьего века еще нарушение стула, допустим, слизь, появился понос, используем симптоматическую помощь. Энтеросгель, смекту. Если необходимые антибиотики, дополнительно применяем тот же нефороксазид. У меня есть отдельное видео, что делать при поносе. Но такую помощь можно оказывать в том случае, если у нас нет острых симптомов. Каких? Температура, рвота, понос. Интенсивные, частые. Но каждые 30-40 минут кошка ходит в туалет. Если есть потеря сознания. Если вы с кошкой хотите общаться, она на вас не реагирует. И при этом третий век. В этом случае, конечно, мы не занимаемся самолечением, а обращаемся к доктору. Значит, более серьезные какие-то причины, с которыми вы, скорее всего, в домашних условиях не справитесь. Подытожим. Третье веко – это просто симптом какого-то нарушения. Не болезнь. То есть нет такого универсального способа лечения третьего века. Хмм, это какое-то введение в заблуждение. Я вам сейчас расскажу настоящую причину, почему выпадает третье веко. Вот представьте себя на моем месте. С моей точки зрения, я закрываю глаз и что же вижу? На самом деле, третье веко – это первое веко. Ну я же считаю, первое, а потом уже другие. Вот так вот. И поэтому третье веко, так называемое, которое первое, выпадает от возмущения. Потому что оно не третье, а первое. Вот в чем причина. И когда вы ее поймете, оно перестанет выпадать. Спасибо. Продолжение следует...